Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Ну что же, опять ночной репортаж из бункера. Ну, друзья мои, сегодня тема-то как раз не бункерная, тема живая, человеческая. Бывшие, бывшие партнеры, бывшие супруги, бывшие любовники. В физическом смысле, насколько трагедия, сколько взаимоотношений, и вообще можно даже удивиться, как это люди, которые испытывали друг другу симпатию, страсти, любовь, вдруг после, ну, какого-то времени общения испытывают ненависть и часто даже желание убить. Ну, если бы вы знали, друзья мои, насколько часто ко мне обращаются и, ну, обычно все-таки женщины чаще, женщины чаще обращаются и, ну, либо прямо говорят, как бы, грохните моего супруга, потому что он мерзавец бывшего, да, или настоящего. Либо там, ну, каким-то образом на него повлиять. Ладно, да, если здесь колдовство, можно снять. Но часто пожелание вот этих магических действий именно уничтожить, стерить с лица земли, чтобы не было. Ну, потому что там накапливаются, конечно, имущественные споры и все еще. Значит, такая, ну, дядюшка мистика, естественно, не мистический, не магический киллер, чтобы выполнять такие пожелания. И, ну, во всяком случае, я в таких ситуациях отказываю, да, пытаюсь найти путь другой, скинуть какие-то колдовские меры, научить человека работать со своей энергией, чтобы вот эта ненависть прошла, да, чтобы эта проблема потеряла остроту. Ну, и пусть живет, пусть этот бывший, это бывшее живут. Но, друзья мои, всегда меня удивляет, да, вот как от любви до ненависти один шаг. Как действительно люди, ну, как бы, имеющие детей и внуков, начинают настолько истово ненавидеть, что, ну, и врагов-то не надо вот с такими супругами, с такими бывшими. Ну, бывает, что вот это тянется годами, десятилетиями. В чем-то, значит, ну, европейские жители, российские удивляются, ну, мусульманской традиции, почему женщины ходят в пранже, да, это считается унижением, как бы вот таким вот ущемлением прав женщин, что вот женщину закрывают, чтобы у нее там ни лица, ни рук, ни ног не было видно, что вроде как вот такой вот некий черный палахон, и там не увидишь. Красивая женщина, некрасивая, да, не увидишь ее только, не увидишь ни глаз, ничего. В чем-то, да, вот с позиции, наверное, Европы, ну, что ж такое там, почему на мужчин не надевают вот эти вот одежды, почему женщины вынуждены мучиться и не иметь возможности, да, показать свою красоту. Но в энергетическом смысле, понимаете, что все традиции, они исходят из некого опыта прошлого. А на юге, да, вот там, где, в принципе, да, вот много страстей, мужчины и женщины там более страстные, более такие вот эмоциональные, ну, хотя это спорный вопрос, да, спорный вопрос, конечно. Конечно, но насколько часто и много колдовства, хотя оно везде запрещено, но в странах Востока колдовства очень много колдует. Ну, если не каждый первый, то каждый второй. И, конечно, проклятие, заклятие, которое произносится и вслух, как часто, да, вот даже на каком-нибудь восточном базаре там проклятие там столькоэтажное, да, не мата, а проклятие. На весь род, на всю семью, на все, да, и умение снять эти проклятия, избежать последствий этих проклятий, этого колдовства осознанного, неосознанного, бытового и профессионального. И, естественно, женщины являются объектом, ну, как бы восхищения, может быть, страсти с желанным призом. И насколько часто происходит нападение. Ну, а вот как бы этот, эта паража, она и обезличивает, и не дает возможности привязаться к колдовству, если тем более это заговоренная вещь. Поэтому, ну, вот энергетический смысл это имеет. Понятно, что в современном мире это, ну, избежать все равно невозможно, да, это некое такое плацебо полумеры. Если вы думаете, что вы закроете свое лицо и избежите колдовства, ну, все равно вас найдут, найдут и, так сказать, и заколдуют. Вот. Но, да, вот о чем я, друзья мои. И вот из этой ненависти, которая от любви до ненависти, один шаг, рождается очень много колдовских воздействий. И часто они приходятся именно на, так сказать, сексуальную сферу, на вторую чакру. На сердечную, да, тоже на сердечную, но вторая чакра заблокировать. Мужчины часто собственники, да и женщины тоже. И расставшись с бывшим, редко то расстается нормально, да, причиной является конфликт, неудовлетворенность, еще что-то. И редко желают хорошего, да, просто даже желают хорошего. А часто желают плохого. Пассивно желают плохого, чтобы, как бы, у него или у нее ничего хорошего не было. Активно, чтобы прямо, вот все, только я. Вот я с ней спал и всю жизнь она теперь, у нее не должно, мужчины должны от нее шарахаться, она должна быть несчастной. У нее ни в коем случае не должно быть секса, да. Хотя бы пожелания закрывают. Женщины там вешают замки на мужчин. Мужчины тоже некие пояса верности. На отливках, друзья мои, очень часто бывает, ну, отливка человека. И вот там на, в ковшике остаются, да, там какие-то следы. И часто в паху, да, то есть вот там, где находятся сексуальные органы, и у женщин и мужчин стоят прямо печати заблокированы. Поставлено, солито, как бы свинцом, сургучом, все закрыто. Это некий, как в Средневековье, да, оставляли пояс верности, чтобы там, не дай бог, там женщина не вступила в какую-то связь, пока ее супруг где-то бродит. Ну, смешно, конечно, друзья мои, смешно, но и страшно, что такие пояса верности, и даже не пояса, да, а вот прямо заколочено, забито, залито там свинцом, грязью, чтобы, вот, так сказать, органы, органы любви были блокированы. Это рождает много болезней, много женских болезней. Насколько их часто действительно молодые женщины начинают болеть этими заболеваниями, и они одно за другое мучают и мучают, потому что они имеют энергетическую составляющую. Мужчины тоже, сколько мужчин, в принципе, в конце концов эти болезни их убивают, потому что там возникает рак простата, который убивает их, рак манки, который убивает. То есть вот эти, вроде бы, да, там, ну, что такое, да, там, секс, конечно, важная часть нашей жизни, любовь, страсть, но почему-то все сваливается в эту грязную сторону, да, в сторону даже, то есть любовь приводит к смерти, потому что накапливается, да, вот количество этих бывших, если их много, с одной стороны, кажется, да, оно на самом деле, да, то если убрать мораль, к примеру, из этих отношений, да, человек, который имеет очень много, ну, как бы, любовных сексуальных партнеров, мужчин или женщин, да, он, как бы, приобретает, и она приобретает опыт, да, она становится искусной к любви, она там понимает все тонкости уже, ну, как бы, опыт, да, если вы работаете, к примеру, да, вот профессия ваша там какая-то, ну, не в отношении к сексу, а просто вот какая-то профессия, и вы набираетесь опыта и становитесь профессионалом, в принципе, да, человек, который имеет множество любовных связей, тоже становится профессионалом, ну, к примеру, женщина или мужчина, который занимается, ну, платной любовью, да, проституцией, в принципе, да, вообще должен быть мастером из мастеров, но почему-то, да, вот эта вот профессия, она сильно изнашивает человека энергетически и физически, и очень изнашивает, да, то есть вместо того, чтобы преобнести, человек теряет интерес к этому, и, ну, как бы, становится потрепанным, не только вот в плане сексуальном, а в плане вообще выгорает, выгорает, потому что количество вот этой вот, слишком близкий контакт, количество грязи приносится очень много, а еще эти пожелания, которые блокируют, блокируют, вот, если бы вы, ну, как бы, включать видение, вот вы идете по улице, да, и включили видение, и смотрите как раз на вторую чакру, и на, вот так сказать, органы, сексуальные органы мужчин и женщин, чего вы только можете не увидеть, да, вот это, конечно, не в прямом смысле, да, вы видите некие туманные образы, да, замки, змей, грязь, да, красивая женщина идет, она вся там, к примеру, заляпана чем-то, да, то есть, чтобы никто не подходил, никто шипы там, у, так сказать, у мужчин завязана там, завязана узлами морскими, чтобы, ну, вот, не было возможности, и при этом это, кстати, могут делать не только бывшие, да, а ну, и нынешние, к примеру, жена боится, и она мужу завязывает узел, может быть, сама, может быть, с помощью колдуньи, и с одной стороны, да, муж сохраняет верность, действительно, да, ну, как бы, все, завязано, завязали узелок, и до свидания, морской такой, а с другой стороны, получается, что это приводит к болезни, и потом жена сама думает, опа, а что, мой муж вдруг помер, да, ой-ой-ой, ой-ой-ой, это не я, а я всего лишь хотела этого, она даже не осознает, что может убить этого, муж слишком ревнивый тоже, да, вот он своей ревностью может так же нанести болезнь, урон, то есть, вот, колдовство, бытовое колдовство, бытовые пожелания, профессиональные пожелания на этих чакрах, плюс, конечно, привороты, навороты, подключки, потому что бывают бывшие, прямо высасывают эту энергию сексуальную, если там мужчины, например, специально бывают колдуны, которые множество вот этих контактов, и вот со всех своих женщин, даже с которыми контакт был, может быть, там, годы назад, они вот эту энергию сосут, и женщины, как бы, ну, вот, начинают сохнуть, сохнуть, они не у них, и, во-первых, у них нету личной жизни, да, вот они не понимают, почему, вроде, все в порядке, раньше было, вот после этого идиота нету, все, как отрезало, и начинают сохнуть, точно так же и мужчины могут сохнуть, когда, ну, как бы, переспали с ведьмой, и осознанно она их подключила, и все, да, вот весь их потенциал мужской, не только сексуальный, да, потому что эта энергия-то не только связана с сексом, а еще и с творчеством, всем остальным тоже вытягивается, и насколько этих, друзья мои, услов и колдовства много, мы даже этого, ну, вот, кажется, да, такая легкая тема, ах, 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 хихи, там, пояс верности, ах, там, завязали ему узелок, ах, ей, там, забили, там, я не знаю, кол, да, вот встречаются отливки, где, прямо, вот, ну, вот, на месте этого кол забита, вот, прямо, ну, как бы, игла, вот, прямо в причинное место воткнута, там, как вы думаете, от кого это, да, ну, конечно, женщины тоже любят, там, с вами, этим, ну, как говорится, не, не доброжди, да, или даже подругам, да, там, слишком подруга какая-то, да, такая уж очень, дай-ка мне, я ей это устрою такую, вобью ей в кол, а вытаскивать-то не буду, потому что забыл все же, а эти раны, эти следы, поэтому настолько много в этом мире трагедии, проблем, всяких извращений, изощрений, то есть, вот эта тема, конечно, я ее стараюсь немножко обходить, потому что и так слишком часто все человечество висит, вот, на этой второй чакре, и ее, по-всякому, и в юморе, и в жизни, все там мусолят, используют, но, драгоценные мои друзья, ну, наверное, вот, поэтому из бункера я с вами вещаю, вроде, хотя, наверное, нужно там какие-нибудь эти виселые цветочки, обои, там, там, рюшечки и говорить, значит, вот, говорить о любви, ну, мы с вами говорим, видите, о любви здесь в такой физиологической и в порядке действительно проблемных частей этой любви, поэтому, ну, а как, да, вот, самое главное, вот, ужасов-то я на вас нагнал, а как ее очистить, как вот снять эти блоки, когда чувствуете, что, ну, не видят вас мужчины или женщины, да, не замечают, или все время проблемы, или все время к вам липнут какие-то идиоты, с которыми невозможно построить нормальных отношений, да, все время проблемы плюс физические, все время болезни, да, там, вот, в этой мочеполовой сфере, ну, это означает, что, если, да, вот, понятное дело, медицинскими методами надо лечить, да, используя, там, достижения современной и несовременной науки, но, а если это все повторяется, возвращается каждый раз, надо понимать, что это, ну, при чем-то не удаляется, что энергетические составляющие есть, ну, вот, в частности, какие-то, любые методы очистки, ну, вот, к примеру, отливка свинцов показывает и убирает какие-то блоки, может быть, полностью, может быть, частично, там, несколько отливок они выливают, выливают, выливают эту грязь, ну, конечно, работа со своей энергетикой, энергетической гигиеной, может быть, какие-то методы вполне могут быть разными, но, друзья мои, если у вас есть проблемы, понимайте, что, и вы не можете их решить обычными средствами, понимайте, что нужно, нужно, так сказать, стать хозяином своей энергетики и своей вот этой сексуальной любовной сферы, и в плане энергетическом, значит, на вас наколдовали, а это, может быть, вот, со школы, с детства тянутся, и все хуже и хуже. Все, драгоценные мои друзья, что-то я много, наверное, говорил, ну, уж тема очень такая, очень пикантная, хотя я постарался сделать ее такой прагматичной. Все, пока, счастливо.